МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня почти половина всех ракет в мире стартует с российских космодромов. Наземные средства подготовки и обеспечения космических полетов — это ЦИНКИ, федеральное государственное унитарное предприятие, центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Фундамент отечественной космонавтики. ЦИНКИ — сильный, хорошо отлаженный механизм, на котором держится космическая программа России. Сегодня центр объединил около десятка предприятий и КБ-отрасли. ЦИНКИ сегодня — это организация, отвечающая за эксплуатацию технических и стартовых комплексов на космодроме Байконур. Это организация, которая проектирует технические стартовые комплексы. Это организация, которая отвечает за запуски по федеральной космической программе, по заказам Министерства обороны и международным заказам Российской Федерации. География центра — от приполярного Плесецка до Куру в тропической Гвиане. ЦИНКИ создает, модернизирует и эксплуатирует отечественные космические комплексы. Разработка новых стартовых и технических комплексов — это филиалы ЦИНКИ, конструкторские бюро, общего машиностроения имени Бармина и транспортного машиностроения. Уже подготовлен новый стартовый комплекс для Российских Союзов в Квианском космическом центре. Впереди российско-казахстанский космический ракетный комплекс «Байтерек» и площадки космодрома «Восточный». ЦИНКИ — это надежная наземная и орбитальная связь. Специальная телефонная связь «Байконура» с Москвой внутри космодрома, «Роскосмоса» с предприятиями отрасли. Системы связи, которые создает и эксплуатирует ЦИНКИ, глаза и уши отечественной космонавтики. Измерительные комплексы отвечают за передачу телеметрической информации непосредственно во время пуска. Комплекс «Орион» — ниточка, которая связывает стартующую ракету с теми, кто отправил ее в полет. Телекамеры работают на пусковых площадках, в кабинах пилотируемых кораблей. Трансляция идет не только в Центре управления полетами в Подмосковном Королеве. Ее видят во всем мире. Одним из основных направлений нашей организации является развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставление широкого спектра услуг в области связи. По контрактам с иностранными заказчиками ГУП ЦИНКИ выполняет работы по предоставлению прямых телевизионных трансляций, подготовке и запусков космических аппаратов с космодрома Байконур. В дальнейшем планируется с космодрома Куру, космодрома Восточный. Топливо – еще одна зона ответственности ЦИНКИ. Это не только поставка ракетного топлива. Это его закупка, переработка, доставка на стартовые комплексы и испытательные стенды. Сложнейшая система проверки и контроля гарантирует высокое качество ракетного топлива. Запуски ракет не должны губить окружающую среду. Экологический мониторинг – ежедневная работа специалистов центра. Пробы почвы, воды, воздуха исследуются в современной лаборатории. Это позволяет сохранить природу вблизи космодромов в первозданном виде. После пуска ступени ракет-носителей и обтекателей космических аппаратов падают в специально отведенных местах, так называемых «полях падения». Впереди колонны – вестиход. За ним – грузовики со спецопорудов. Девиз поисковой группы – «найти и обезвредить». Сначала нейтрализация остатков топлива. Затем – обработка специальным раствором. И, наконец, разделка «моркова», как поисковики называют отработанную ступень. Транспорт – еще одна сфера цинки. Космодром «Байконур» связан с Россией авиалиниями, железнодорожными и автомобильными маршрутами. Доставка космической техники – непростая задача. Предприятие «Роскосмоса» по всей России. Чтобы попасть в Казахстан, на космодром «Байконур» или в тропическую «Квиану» на Куру, люди и грузы должны пересечь границу. Регулируется это международными договорами. Их подготовка и заключение – тоже цинки. Есть в цинки и своя научно-исследовательская база – Институт прикладной механики имени академика Кузнецова. Здесь создают гироскопы на все российские ракетоносители и космические аппараты. Все внимание обращают на ракеты, на стартовый стол, на двигатели, на горючие, на все такое. А если вздуматься, то ни одно изделие без гироскопического прибора, без комплекса командных приборов, никуда не полетит. Вестибулярный аппарат позволяет человеку ориентироваться в любом трехмерном пространстве, даже с закрытыми глазами. В ракете такие функции возложены на гироскопические приборы. Цинки – это логистика не только на Земле, это и ориентация в космосе. Страхование космических рисков – еще одно важное направление деятельности Цинки. Все запуски, которые производила Россия с 1999 года, были застрахованы. Это позволяет исключить экономический ущерб заказчика запуску. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Зеркальное отражение космоса на Земле.